Привет! Сегодня поговорим о том, стоит ли делать апгрейд европейским винтажным акустическим системам на примере Bang & Olufsen Biovox M70 и Bang & Olufsen Biovox M100. В этом видео мы поговорим о технических особенностях Bang, о частых поломках и о модернизации. В конце видео я приведу графики и мы сможем послушать колонки до апгрейда и после апгрейда. Многие слепо верят в непоколебимость винтажных богов, винтажных инженеров. Кажется, что раньше были деревья зелеными, трава была большая или скорее всего наоборот. Деревья были большие, трава была зеленая. Многие любители аудио со стажем помнят себя еще в молодости, когда в советские времена они ходили по магазинам Березка и видели там эти бэнги. Космический дизайн, космические европейские технологии. Всех, конечно, текли слюни и все об этом мечтали. И вот спустя 40 лет за несколько сотен евро мечта может сбыться. Люди покупают данные колонки и включают и сразу же расстройство. Что со звуком? Особенно если рядом что-то стоит, с чем можно сравнить. Сейчас мы в этом видео разберемся, что там со звуком. Слева колонка со штатным кроссовером, справа уже переделана. Вот штатный кроссовер, катушки близко посаженные, все дают наводку друг на друга. Электролиты 40 вольтовые, просто ужасные. Резисторы трехватные. Причем эти резисторы на середину и наверх стоят на входе до кроссовера и всего лишь 3 ватта. Портят звук они просто ужас. И вот мой новый кроссовер. Я его разделил на два блока. Бас отдельно, подальше, чтобы уменьшить наводки от катушек. Поставил бумагомасло. И нижняя середина, середина и вверх. Разместил я плату вверху. Схемотехника платы таким образом продумана, чтобы было меньше цепей, меньше паек, чтобы у сигнала был максимально короткий путь. Катушки максимально далеко разнесены для меньшего количества наводок. Конденсаторы последовательно стоят наивысшего качества. Параллельно конденсаторы так подобраны, чтобы они стоили недорого, но звук не портили. Резисторы все безнадекционные, мощные, 10 ватт. Поставил я такие хорошие удобные клеммы. Любой кабель 4 квадрата, лопатки, бананы, все как угодно. Вот с этой стороны все врезал. Штатные, родные, ужасные просто, тонюсенькие кабели, но самое главное там DIN разъем, в который не вставить кабель очень неудобно. Синим цветом акустические измерения стандартной заводской колонки, а черным после апгрейда. Как видите, общий тональный баланс, то есть схему фильтра я не стал менять, не стал поднимать проваленную середину или там задирать вверх или еще что-то. По просьбе клиента я, конечно, могу это сделать, но здесь была задача сохранить аутентичный тональный баланс, задуманный производителем. Так вот, что мы видим? На той же самой мощности, на том же самом напряжении 2,83 вольта были произведены замеры. После замены конденсаторов на нормальные пленочные, вы видите, что отдача на высоких частотах и на верхней середине она выросла. Просто электролиты, они, конечно, все это дело душили. Прозрачность звука, она повысилась гораздо. Также улучшилась неравномерность в нижней середине. Это динамик 5-дюймовый за нее отвечает. Он стал гораздо ровнее играть. Бас по уровню остался тот же, потому что катушку мы оставили родную. В принципе, за уровень, за количество баса отвечает катушка, но мы ее оставили родную. Но вы видите, что уровень баса такой же, но глубина его выросла. То есть вот у нас 40 герц, минус 10 дБ где-то получается, колонки воспроизводят. Благодаря новым конденсаторам бумагомасляным. По сравнению со старыми электролитами, они, конечно, дают более такой мясистый бас. Бенкен Олевсен М100 поступили ко мне с таким вот дефектом. Из-за того, что высохли электролиты, пошли басы на среднечастотную головку. В связи с этим она перегружалась. На видео вы можете заметить амплитуду, которая не должно быть у среднечастотного динамика. Среднечастотник давал искажения. Также давали искажения верхние куполы. Было принято решение изготовить абсолютно новый кроссовер аудиофильского качества на высококлассных комплектующих. Также были проведены работы по косметике колонок. Было обновлено лакокрасочное покрытие шпона. Если делать новый кроссовер, то возникла идея осуществить бивайринг-биампинг. Дело в том, что клиент эти Биовокс М100 собирается эксплуатировать в родной системе Биомастер НР-6000. Тоже имеющий, кстати, космический дизайн. Усилитель Биомастер НР-6000 довольно слабый. 30 Вт на канал, но на борту целых 4 канала. Бенкен Олевсен в те годы пытался сделать объемный звук и установил в усилитель линию задержки с возможностью подключения двух пар колонок. Эта система искажала звук и клиентам не использовалась. Поэтому мы решили использовать все 4 канала усилителя во благо стереозвука. Два канала по 30 Вт отправить чисто на бас, и два канала по 30 Вт отправить на середину сверху. Таким образом мы увеличим звуковое давление и повысим качество звука в целом. Вкупе с грамотным новым кроссовером данная система вышла по качеству звука на уровень хорошего современного Hi-Fi. Но шарм винтажности и аутентичности остался благодаря восстановлению и сохранению оригинальных динамиков. Из звука ушла грязь, бубнения, высокие частоты стали прозрачнее, звуковая сцена объемнее и детальнее. Помимо ремонта и восстановления динамиков, изготовления новых кроссоверов Beamping, был заменен весь поглотитель внутри корпуса. Бенконолевсен использовали поролон, такой же, как для набивки матрасов. Он затвердел и совсем перестал работать. Весь поролон был заменен на специальную акустическую вату. Корпусы и родные подставки были отреставрированы и сейчас колонки звучат и выглядят великолепно. А мы возвращаемся к Бенконолевсен Biovox M70. Сейчас я продемонстрирую их звук в стоковом заводском варианте, как они есть. Затем поменяю в них кроссоверы на новые, которые я изготовил, поставлю колонки на то же место и опять запишу звук. Нарежу видео до апгрейда, после апгрейда, до апгрейда, после апгрейда и вы сможете сравнить. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok